начни с установки unity и в этом видео ты создашь свою первую малюсенькую игрушку освоишься с интерфейсом и вообще поймешь что здесь как устроено погнали и так я полагаю что с установкой unity вы справились но если нет пишите в комментариях исправим ситуацию а пока что создаем новый проект он у нас будет в 3d поэтому оставляем как есть называем как вам угодно и если вы хотите изменить если вы хотите изменить место положения вашего проекта то и сделать это можно здесь остальное пока ничего не трогаем об этом позже и нажимаем create и так проект создался и мне предлагают обновить саму unity но я этого делать сейчас не буду поэтому закрываем и давайте немножко разберемся с интерфейсом чтобы он не был таким страшным и стал хоть немного более понятным здесь у нас окно сцены и по сути это будет уровень если я сейчас добавлю сюда какой-нибудь объект например кубик он первым делом появится именно здесь справа у него появились на компоненты проще говоря различные свойства этого кубика и также он добавился в список объектов на сцене слева переименовать этот кубик мы также можем свойствах и вообще какие-либо действия связанные с объектами мы будем делать именно здесь в инспекторе добавлять новые скрипты и новые компоненты изменять переменные все это будет делаться здесь все объекты которые добавляются на сцену будут добавляться также сюда в иерархию и отсюда их также можно выбрать порой это достаточно удобно и если их очень много то в строке поиска нужно просто ввести имя и тогда найти их будет гораздо проще также вы можете добавлять объекты из папки с проектом это своего рода обычный проводник windows а и в этом можно убедиться нажав на вот этот пункт показать в проводнике и по сути это просто обычные папки даже если вы перенесете какие-то модельки или рисунки именно сюда они отобразятся у вас здесь а вы также можете добавить это не прямо на сцене а например здесь в проекте отличие лишь в том что добавляя проект в иерархии или через вот это меню вы будете добавлять его конкретно на вот эту вот сцену которого сейчас активировано а добавляя их здесь вы будете добавлять именно в курень проекта и сможете использовать их в других сценах а сейчас пока что у нас здесь пустовато но мы это скоро исправим давайте для начала выделим это можно сделать просто удерживая левую кнопку мыши и нажмем клавишу дэлит удерживая правую кнопку мыши мы можем осматриваться если при этом будем еще нажимать в sd то есть как обычно ходят в шутерах от первого лица например мы можем также грубо говоря летать гейм дизайнер это человек который объединяет себе и творческую и техническую части процесса от гейм дизайнер зависит то во что и как будет играть их игрок в xyz school запускают курс посвящен на этой профессии курс ведет гейм дизайнер сергей праздничнов он специализируется на дизайне систем и боев работал над rainbow six sick и несколькими три пола играми на курсе сергей поможет студентам создать продвинутый прототип шутера от третьего лица для этого студента обучиться всем необходимым навыкам вот генерирование идеи и создание механик до работы с документацией и расчета баланса так что будет даже немного математики но совсем чуть-чуть ты создашь прототип игры на визуальном программировании в unreal engine и процесс будет напоминать сборку конструктора студента соберут его из механик который поможет сделать программист и в ходе курса тебя научат правильно составлять для него техническое задание студенты xyz school устраивается с пера софт сэбер май точка ком digital forms и другие студии если хочешь принять опыт работы в три пола индустрии или создать свою игру а может и то и другое записывайся на курс по ссылке в описании курс начинается 1 октября 2020 года и при оплате до 28 июля действует скидка 30 процентов а по промокоду арталаски дополнительная скидка 10 процентов и того 40 процентов скидки начни свой путь в индустрию игр и осматриваться колесико также будет приближать и отдалять и в принципе ничего сложного в этом нет а теперь давайте нажмем control z чтобы вернуть наши объекты давайте их найдем и вот такое дело я их например не вижу но сделаю вид что я их все равно не вижу а чтобы центрировать на них камеру достаточно нажать клавишу f и тогда она прилетит прямо к нашим объектам это очень удобно если вы разместили объект где-то очень далеко и абсолютно не понимаете где вы и в какую сторону вам двигаться здесь еще заметно а просто выбираете объект и либо нажимаете на него два раза либо нажимаете клавишу f это может не сработать если у вас включена английская точнее русская раскладка но тогда у вас включена английская раскладка она сработает всегда также удерживая левую кнопку мыши и перемещаясь удерживая shift вы будете лететь намного быстрее давайте поговорим о простых действиях с объектами нажимаем на него левую кнопку мыши либо просто выбираем его здесь в иерархии и у нас здесь есть несколько параметров как мы можем его воздействовать у каждого объекта есть пивот это грубо говоря центр его массы а в данном случае он находится посередине этого кубика если нажму в центр то все равно он останется на месте потому что его пивот контраст находится в центре но если например создать отдельный объект поместить его чуть чуть выше и затем выбрать его как видите а его пивот также изменился и теперь если я буду просто вращать этот кубик он будет вращаться вокруг своего центра но если я возьму объект в которой я его поместил об этом сейчас еще поговорим то он будет вращаться вокруг его центра таким образом можно регулировать центр масс конкретных объектов это не самый удобный способ но тем не менее так делают как вы уже заметили можно вкладывать один объект в другой объект давайте его вытащу отсюда удаляем пустой объект также нажав delete и допустим я хочу чтобы вместе с этим кубиком у меня двигался и этот шарик здесь я могу выбрать сразу несколько объектов и сразу их подвинуть но что делать если мне нужно чтобы это двигалось в самой игре например я хочу составить из них какую-нибудь модельку допустим вот так для этого достаточно поместить сферу в этот кубик или кубик в эту сферу и тогда самый верхний объект будет как раз содержать себе вложенный и мы можем либо двигать вложенный объект отдельно но если мы будем двигать сферу а нам допустим нужно подвинуть только сферу то кубик все равно будет двигаться вместе с ней поэтому этот вариант также не самый удобный и есть третий вариант наиболее удобный нажимаем правой кнопкой мыши нажимаем create empty empty это собственно просто пустой объект который не содержит никаких компонентов кроме трансформа а компонент трансформа отвечает за местоположение этого объекта собственно в мире координат этой сцены и так нажимаем control z чтобы вернуть его вытаскиваем чтобы он не зависел от кубика и теперь в этот объект я помещаю и куб и сферу чтобы выделять несколько объекта сразу нужно просто удерживать control и нажимать на них левая кнопка мыши можно также выбирать их строчками удерживая shift перетаскиваем и теперь если нужно будет подвинуть отдельный кубик я смогу это сделать я также смогу отдельно подвинуть сферу и если мне нужно двигать все вместе я могу двигать просто этот пустой объект который содержит в себе два других объекта теперь также поговорим о следующем параметры это local и global он отвечает за то в каком пространстве мы будем двигать наш объект ну и либо масштабировать либо поворачивать чтобы быстро переключаться между режимами перемещения вращения или масштабирования достаточно использовать горячие клавиши w e r также еще есть полезный режим на горячую клавишу t либо можно выбрать его вот здесь который позволит нам более контролируемо скейлить наш объект что порой очень и очень удобно также можем изменять эти параметры вот здесь например можем увеличить его в три раза по всем трем осям либо только по каким-то конкретным точно также можем задать ему здесь перемещение и здесь перемещение будет от именно в глобальных координатах то есть относительно всего вот этого мира но так было бы если бы этот объект не был вложен в другой объект поэтому если я на самом верхнем объекте также веду 0 0 0 то он действительно будет по мировым координатам то есть вот здесь находится абсолютный ноль по позиции здесь же 0 так и остался нулем потому что эти координаты относительные вот этого объекта то есть грубо говоря они локальные но для чего же нам еще может понадобиться глобальный и локальный режим допустим я хочу повернуть этот объект и теперь когда я захочу его переместить то я все равно буду двигать его привязанным к этим трем осям но что делать если мне нужно подвинуть его именно вот по вот этой вот оси или например по вот этой то есть туда куда он смотрит именно для этого я выбираю здесь локальный режим и могу двигать уже именно туда куда смотрят определенные его стороны точно также и с вращением принципе вращение между локальным и глобальным сейчас не особо заметно но если я поверну его как-нибудь а вот так то в глобальном мы все равно можем вертеть его по тем же самым осям и они все равно грубо говоря восстанавливаются на одно и то же место а вот по локальным мы также будем двигать его именно в ту сторону в которую смотрят его полигоны можно сказать давайте нажмем здесь по нулям чтобы восстановить и также вернем его на обратную позицию вот сюда для того чтобы создать первую игру нам понадобится немного материалов и так как самим создавать нам их никогда и скорее всего вы не умеете то можно воспользоваться бесплатными и готовыми модельками для этого нам нужно зайти в asset store и если у вас его здесь нет то нажимаем на винду и выбираем asset store здесь либо нажимаем control плюс 9 далее заходим в 3d выбираем здесь то что нам нужно допустим нас интересует окружение и выбираем сортировку по цене от бесплатных до самых дорогих выбираем здесь наиболее подходящие я выбрал вот этот вот домик здесь будет кнопка это мой assets нажимаем ее и затем нажимаем download после того как она скачается здесь появится кнопка импорт нажимаем ее тоже и ждем пока импортируется наш проект нажимаем install upgrade и когда появится так окошко также нажимаем здесь импорт и так модельки у нас импортированы и как видите они добавились в корень проекта вот она эта папочка нажимаем сюда здесь у нас также есть этот самый проводник но продублирован немного в другом формате кому ну files обычно можно даже не смотреть так как это грубо говоря рабочие материалы которые не будут использоваться вами материалы это собственно сами материалы если на них нажать мы увидим их параметры то есть их текстуру параметры металлика гладкости и все такое но пока не забивайте этим голову папки плагин тоже можно не трогать здесь чисто системная скажем информация а вот папочка prefabs уже будет вам интересно потому что содержит помимо папок еще и готовые к употреблению модели переходим во вкладку сцены это как раз вкладка нашего уровня и сюда мы можем переносить эти самые модельки когда вы с этим разберетесь можно вернуться обратно прям можете здесь от ориентироваться чтобы побыстрее возвращаться папка ресурсис нам сейчас тоже не понадобится так как содержит именно модельки но скажем так сырые еще не готовы а вот папка сцены как правило содержит демонстративную сцену в которой мы можем посмотреть все эти модельки собранная в одном уровне и выглядит достаточно симпатично но по моему здесь чего-то не хватает если у нас высвечивается какие-то ошибки и предупреждения поэтому либо нажимаем прямо сюда либо нажимаем на консоль здесь у нас 19 предупреждений что что-то пропущено конкретно связанное с лодами но опять же нас это сейчас мало интересует поэтому очищаем консоль и что нам сейчас действительно понадобится так это добавить сюда пол поэтому нажимаем game object 3d object плавин мы создали просто обычный плоский объект который у нас рендерится только с одной стороны с обратной стороны его не видно и теперь здесь scale поставим какое-нибудь большое значение например 12 на 12 вот так возможно придется немного опустить вот так и нам понадобится его немножечко покрасить давайте создадим новый материал создаем здесь папочку нажимаем правую кнопку мыши create folder и обычно для своих файлов я делаю вот такой вот префикс удерживаю shift и нажимаю минус получается такое нижнее подчеркивание и здесь уже создаю необходимые мне асеты выбираем здесь материал сразу его можем как-нибудь переименовать пусть это у нас будет трава называйте в принципе как хотите просто чтобы вам было понятно что это и теперь здесь нажимаем на белый цвет делаем его немного зеленым но для удобства давайте сначала левую кнопку мыши нажмем и удерживая перетащим на этот плавин чтобы нам примерно понимать куда двигаться с этим цветом можем менять оттенок и яркость в общем подбирать наиболее подходящий цвет теперь пора сделать так чтобы мы здесь смогли ходить так что снова идем в asset store поиски вводим стандарт именно через d и открываем стандартные асеты нам их также понадобится сначала скачать и установить смысле импортировать когда импер завершится переходим обратно в асеты и смотрим вот у нас они сюда добавили стандартные асеты переходим обратно в сцену нас сейчас интересует контроллер управление персонажем от первого лица поэтому нас интересует персонажи от первого лица префабы и здесь у нас есть два варианта либо обычный fps контроллер а либо физический fps контроллер для начала я рекомендую использовать все-таки обычный fps контроллер и у нас здесь кажется появились какие-то проблемки пропущены скрипты видать они импортировались не очень удачно поэтому сделаем это еще раз и мы столкнулись с первой проблемой так как асеты не самые новые а версия относительно новая то у нас появилась первая ошибка грубо говоря несовместимости эта ошибка указывает на то что у нас есть скрипт который использует устаревший метод поэтому самый простой вариант будут его удалить нажимаем просто один раз если нажмем два раза откроется этот скрипт нам это сейчас не надо переходим в проект и тогда у вас откроется папка в котором содержится этот самый скрипт можем просто нажать его и удалить через дэвид либо нажать на него два раза и исправить ошибку нас открылась microsoft visual studio скорее всего в начале он попросит вас ввести логин и пароль то есть провести бесплатную регистрацию если вы планируете использовать эту программу то собственно зарегистрируйтесь и что но теперь нужно исправить так это стереть есть несколько символов и также нам нужно подключить библиотеку использования графического интерфейста нажать control s чтобы сохранить и теперь если такая пауза значит сейчас все скомпилируется нормально загрузится нужной нам скрипты очищаем консоль и теперь у нас появились эти самые скрипты и теперь все нормально а что мы можем сделать теперь при поднимем персонажа нажимаем на play и что-то у нас здесь пошло не так нажимаем виски чтобы появился курсор и нажимаем на play снова и так проблема в том что здесь две камеры и судя по консоли два аудио приемника значит надо оставить один из них и конкретно на этой сцене он находится в системе камера просто ее отключаем но как видите сразу немного изменилась графика она стала немного хуже чтобы это исправить мы просто удерживая левую кнопку мыши перетаскиваем этот компонент на камеру в этом вот контроллере сначала нам нужно его открыть как вы видите здесь объекты вложены друг в друга вот она наша камера и просто перетаскиваем ее вот сюда теперь смотрим этот компонент перетащился у нас на нужную нам камеру переключаемся обратно и также перетаскиваем 2 больше нам здесь ничего не нужно перетаскивать пробуем еще раз и теперь у нас есть игра точнее уровень который пока что создали не мы но по которому мы уже можем походить и пока что мы для него слишком большие можем тут подбегать попрыгать и я думаю что для первого раза это уже в принципе неплохо графику мы пока еще не установили поэтому нажимаем снова на нашу камеру листаем вниз нажимаем здесь и нажимаем здесь дефолт это конкретно в данном случае обычно там настройки чуть более тонкие теперь у нас стало все немного более интересным но вообще-то конечно лучше не делать потому что слой дефолт используется практически для всего а для постобработки нужен отдельный слой я стараюсь сильно сейчас просто вас не загружать лишней информации но а слои очень полезная штука поэтому давайте добавим отдельный слой на любом абсолютно объекте которому выберем а есть тег и есть его привязанность к определенному слою поэтому просто выбираем любой объект данном случае у нас это например папочка с деревьями которые содержат каждый объект этого дерева а само дерево в себе содержит объекты листвы и ствола либо содержит лоды то есть это модели которых меньше полигонов но которые при отдалении будут выглядеть практически точно так же просто нажимаем здесь дефолт и нажимаем add layer у нас есть достаточное количество слоев поэтому так его и назовем пост процесс готова возвращаемся обратно можем здесь немножечко все по закрывать и сделаем вот что создадим пустой объект create empty также назовем его пост процесс его просто пост и по-хорошему вот эти вот компоненты перенести именно на вот этот объект вы можете создать один скрипт и использовать его практически на всех объектов которым он может применяться это очень удобно и достаточно практично но пока я это говорил у нас снова сломалась графика поэтому нажимаем на пост layer постпроцессинг здесь листаем ниже и выбираем layer постпроцессинг дефолт убираем перетаскиваем сюда камеру а вот эту камеру нам отсюда надо удалить но мы этого сделать не можем потому что один из этих компонентов использует себе компонент камеры то есть они взаимосвязаны и без одного не будет работать другой это значит что нужно нам оставить один из этих компонентов здесь в данном случае постпроцесс фолом а вот этот вот компонент процесс layer перетаскиваем обратно на нашу камеру и здесь теперь камеру можно удалить все а теперь это просто пустой объект который содержит в себе информацию о постобработке теперь у нас есть нормальная приятная графика с постобработкой уровень по которым вы можете побегать понятное дело что все это еще стандартно все это очень просто но и не забываем что это ваш первый день в unity надеюсь он был для вас достаточно информативным и понятным а если что-то оказалось непонятным обязательно спрашивайте в комментариях пишите мне в директ в группу вконтакте постараюсь ответить на все ваши вопросы ну а с вами как всегда был арталаски подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пока